Перед новым составом правительства поставлена задача не просто не допустить падения нашей экономики в этом году. Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. От Национального банка я также жду более активного участия в данном процессе. Это не мечтание, мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. И насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году. Вы, конечно же, помните, на совещании 19 июня я образно выразился, что с того момента помощником нашего правительства по зарплате и обеспечению поддержки работы предприятий будет председатель Национального банка Павел Владимирович Каланов. Есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение и им, конечно же, сегодня нужна помощь. Вы мою позицию знаете. Кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять на поддержку государства, пусть не рассчитывают. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть живые экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Эти деньги возвратны. Привлекайте к этой работе местные органы власти. Они лучше знают ситуацию в своих регионах. Общайтесь с директорами, коллективами. Надо подставить свое плечо. Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры, идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах от Штатов до Китая есть такие послабления. Безусловно, я вижу, что в последние три месяца Национальный банк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования. Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки. Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики, постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Но буквально в течение нескольких дней у нас стоятся разговоры с правительством, посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары, уже в средствах массовой информации, Проскальзывает, поднялись почти в два раза.